Американские врачи могут назначить видеоигру в качестве лечения для маленьких пациентов с нарушением концентрации. Игра была разработана крупной компанией компьютерных технологий и тестировалась в течение 7 лет. Участие в испытаниях принимало 600 детей в возрасте до 12 лет. По окончании испытаний от нарушения концентрации и импульсивности избавилось 200 человек. Видеолечение очень простое. Игрок находится на борту небольшого корабля. Ребенок должен двигаться по прямой линии и избегать ловушек, собирая бонусы. Врачи могут назначать до 25 минут такой терапии каждый день в течение месяца. У виртуального лечения могут быть побочные эффекты. Это головные боли или разочарование от того, что ребенок не может справиться с заданием. Однако медики, которые занимались разработкой видеоигры, говорят, что подобные воздействия оказывают и медикаменты, которые применяются при лечении нарушения концентрации. Ну вот так вот. Не все. Самое плохое, конечно же, можно увидеть в играх. Есть и хорошие черты, и хорошие стороны. Главное, что все должно быть в меру. Не более 25 минут. Но, по крайней мере, речь идет о той игре, которая специально была придумана для таких вот детей. А между тем, ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний в Бостоне обнаружили новый метод борьбы с коронавирусом. По словам исследователей, используя их открытие, можно полностью уничтожить инфекцию всего за 25 секунд. По словам исследователей, оружием в борьбе с коронавирусом может стать ультрафиолетовое излучение специальных ламп. Ученые провели несколько экспериментов. Ну а крупнейшая карликовая планета может стать второй Землей. Ученые утверждают, что на Плутоне возможно жить. Исследователи Калифорнийского университета сделали такие выводы после изучения фотографий, сделанных космическим аппаратом New Horizons. И проведение компьютерного моделирования внутренней части Плутона показало много интересного. Исследователи полагают, что у Плутона еще теплое ядро, а под поверхностью планеты огромный океан. Это два самых важных для жизни компонента. Они и делают Плутон хорошим вариантом для комфортного существования на нем живых организмов. Однако ученые считают, что со временем океан замерзнет. Плутон появился около 4,5 миллиардов лет назад, когда формировалась вся Солнечная система, включая Землю. Интересные еще, конечно, происходящие. Продолжаем познавать космические просторы необъятные. Ну а в молдавских школах начнут преподавать футбол. Вот эта новость меня радует. Тоже порадовала. Министерство образования приняло решение и предложение Республиканской Федерации футбола. И теперь в учебных заведениях появятся специализированные классы, попасть в которые сможет любой ребенок. Для юных футболистов будут проводить по 2 тренировки в день. Футбольные классы появятся в школах с начала нового учебного года. Речь идет об учениках с 5 по 9 классы средних школ. Эта возрастная группа следует за начальными классами, для которых проект уже запущен и успешно работает. Мы подписали соглашение о сотрудничестве более чем со ста школами и лицеями страны. Цель проекта – найти как можно больше талантливых детей и помочь им с развитием и продвижением. После окончания обучения в спортивных классах, выпускники получат свидетельство о полученных знаниях или квалификации. Нам необходимо формирование дополнительного состава для последующего отбора в некоторые клубы. Мы ставим целью достижения высоких спортивных результатов. В конце 2019 года Федерация футбола и Министерство образования подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает шаги по популяризации и развитию футбола на национальном уровне. Мечтаете о чистоте и порядке в доме быстро и без особых усилий? Мы знаем решение. Беспроводной пылесос «Виктория» от «Ровос» – ваш лучший помощник в домашних делах. Всего одно устройство, которое сочетает в себе вертикальный и ручной пылесос и даже швабру. «Виктория» от «Ровос» подойдет для всех типов напольных покрытий. Пылесос способен справиться с пылью, грязью и шерстью домашних животных. Уникальная система влажной уборки без следа удаляет любые стойкие пятна. Вам больше не нужно тратиться на одноразовые мешки для пыли. В пылесосе от «Ровос» есть специальный очищаемый отсек для сбора пыли и грязи. Звоните по номеру телефона, который вы видите прямо сейчас на своих экранах, и получаете универсальный подпылесос «Виктория» от «Ровос». Он станет вашим всего за 2999 леев. Доставка для зрителей телеканала «Телемагазин» и программы «Телемагазин» конечно же абсолютно бесплатна по всей территории нашей республики. Воспользуйтесь нашим предложением прямо сейчас. Обычная цена этого пылесоса – 4 299 леев, ну а сегодня его цена – 2999. Значительная скидка и, конечно же, бесплатная доставка по всей территории. Вот нравится мне «Ровос», ты понимаешь? Помимо того, что стильные и правильные, качественные вещи изготавливает, так еще «Виктору» «Викторию» придумал, ты понимаешь? Если наши постоянно телезрители помнят, мы как-то представляли вашему вниманию пылесос под названием «Виктор» тоже от этой компании «Ровос», которая специализируется на уборке абсолютно всего, чего только можно. Но ты посмотри, насколько стильная оказалась эта девушка. Да, она стильная, красивая, компактная, легкая и не занимает много места, что очень важно в квартирах, если у вас небольшое пространство, там необходимо каждый сантиметр использовать с толком, то обратите внимание на такой пылесос, потому что его можно таким вот образом просто оставить где-то в углу. Кстати, здесь в наборе есть вот такая вот специальная пластиковая держатель, специальный саморез. В общем, если в семье есть мужчина, да, не только, можно даже круглыми руками все это сделать. В общем, необходимо маленькое отверстие и установить этот пластиковый держатель. И вот таким образом, если у вас нет, допустим, какого-то комода, а шкаф не обладает пространства для пылесоса, вы можете к стене либо к столешнице какой-то прикрутить данную пластиковую насадку, и пылесос будет крепиться прямо за нее. Вы можете остановить это в какой-то части дома и знать, что он там будет постоянно ждать своей работы. Ну да, в принципе, он на статусе стандартный, вы это получите также в комплекте. Его положение может быть стандартным и так, то есть как бы в любом случае мне нравится изготовление компании Ровод, что действительно очень удобный, очень удобный. Чем удобен именно этот пылесос и почему именно о нем мы хотели рассказать вам сегодня? Здесь три функции, три в одном. Во-первых, этот пылесос убирает всевозможную пыль, абсолютно всевозможную, но во-вторых, он служит и шваброй, и пылесосом. И в-третьих, он действительно компактный, об этом мы сейчас вам расскажем, что можно еще, какие функции можно с ним выполнять, то есть и с собой забирать, и дома оставлять. Итак, рассказываем первую функцию, да, то есть вдруг это не швабра, не пылесос вам необходим, а швабра. Тогда есть такая вот специальная насадка. Если швабра необходима, то вы получаете также в комплекте вот такую вот насадку. Она очень легко кипится к самому пылесосу. Есть специальные два таких вот... Отсека. Отсека, да. Здесь вы наливаете воду в один из отсеков. Так. Здесь вы включаете режим водный либо сухой. И затем, когда вы включаете сам пылесос, из этого контейнера начинает поступать вода, если вам необходимо, после того, как вы убрали пыль, еще и сделать влажную уборку. Замечательная функция, очень удобная. Мы сейчас покажем, как действие все работает. Значит, наливаем. Давай возьмем вот этот наш... Давай. Стандарты. От нашего пылесоса непосредственно контейнера. Заливаем туда воду. Много воды нет, необходимости наливать. Но этого, мне кажется, количества воды вполне хватит на одну большую комнату. Даже, может быть, две. Даже, мне кажется, да, даже не надо. Достаточно, да. Все. Что мне нравится, что одним устройством ты можешь делать абсолютно любые, скажем так, интерпретации уборки. И сухая, и влажная. И при этом не нужно особо париться в этом отношении, да. То есть специальная насадка одевается очень легко. Он не тяжелый. Выполнен из качественного, кстати, пластика. И здесь есть аккумуляторная батарея, которая держит определенное количество времени. Вы сможете за 60 минут убрать небольшое пространство. И он налитивная батарея. Да, и если вам есть необходимость его подзарядить, есть также и блок питания, который вы можете включить, оставить пылесос на некоторое время, чтобы он дозарядился, и дальше продолжить вашу уборку. Давай перед влажной уборкой все-таки сделаем сухую уборку. Да, сейчас. Я перед тем, как я хочу рассказать все, что в комплекте, наш телевизор получает за 2999 лев. Помимо того, что я уже перечислил, вы получаете еще вот такие вот насадки для труднодоступных мест. Это угловые насадки, специальная насадка для мебели. Кстати, не у всех пылесосов есть. Они специальными вот такими вот ворсистыми специальными наконечниками, чтобы не повредить обивку, допустим, автомобиля, если вы будете затем убирать, либо мягкой мебели. Так, все, давайте мы тогда его включим и посмотрим, как он убирает. Так, да я возьму. Твой кот, представь, что это твоя квартира. Ты приходишь с работы домой. Частая история. А вот он, понимаешь ли, нахулиганил. И нет, чтобы взять пылесос и пропылесосить. Вместо этого делает это все Виктория. Если можно поругать, то кошка у меня кошка. Кошку даже ругать не хочется, но она же кошечка. Ну тогда они найдут общий язык с Викторией. Поэтому приходится постоянно это все убирать. Вот, что необходимо сделать? Просто включаем. Так. Начинается уборка. Здесь есть две скорости. Вот сейчас у нас первая скорость. Угу. Не большая. Мы вот это выбираем. С помощью турбо-щетки, кстати, можно замечательно избавляться от лишней шерсти, если у вас есть домашние животные. Да, это тоже очень важный момент. Включаем большую скорость и убираем, допустим, более тяжелые какие-то элементы. Это могут быть камушки, могут быть какие-то песок. Если вот сейчас многие, я знаю, дети на площадке выходят, гуляют, играют в футбол. И вот сейчас возвращаются часто и пыль, и грязь. Что мне нравится, да, да, очень, да. Достаточно легко, правда, ты чувствуешь себя современным человеком, потому что он еще и выглядит очень стильно. Особенно если это вечером случилось, то обратите внимание на LED-подсветку. То есть легко, в труднодоступные места он не просто войдет в пылесос Виктория от Роуз, он еще поможет вам увидеть, всю ли грязь вы успели убрать. Я напоминаю какого-то маленького домашнего робота. Да, причем домашний робот не потревожит и соседей. Если у вас вдруг что-то рассыпалось в среде ночи, там, поздним вечером, он не шумит так сильно, как обычный большой стандартный пылесос, поэтому вы можете спокойно его включить на пару минут, убрать ту площадь, которая необходима, ну а затем просто выключить. И снимаем контейнер, и дальше вы просто его опустошаете. Все очень легко, главное, конечно же, чтобы контейнер всегда был чистым. Произвели какую-то уборку, открыли его, лишнюю пыль. То есть мешок не нужен для этих целей, как у обычных пылесосов. Ни хлопчатобумажный, ни просто бумажный мешок для пылесоса Виктория от Роуз не нужен. Мы просто очистили фильтр, очистили самую емкость для мусора и продолжили уборку или оставили до следующего раза. Да, все фильтры многоразовых, можно мыть неоднократно, просто перед использованием их надо высушить и повторно используйте. Ну что, хочу сказать вот о чем. Используйте пылесос Виктория от Роуз для идеального мытья полов и очищения от пыли и грязи в самых труднодоступных местах в вашем доме. Беспроводной пылесос делает вашу уборку независимой от того, где расположены розетки. Вы можете отдельно использовать съемный ручной пылесос, если нужно убрать рассыпавшуюся крупу, например, песок или землю из цветочных горшков. Мощность съемной части такая же, как и у пылесоса в собранном виде. Уникальная система всасывания поможет вам навсегда избавиться от пыли, грязи и шерсти. Трехслойная система фильтрации улавливает до 95% микрочастей, сочищая воздух. Многоразовый фильтр удобно мыть под проточной водой, отличие пылесоса Виктория от Роуз от других моделей. Уникальная система влажной уборки, которая способна справиться даже с самыми стойкими пятнами и разводами. Звоните по номеру телефона, который вы видите сейчас на своих экранах, и заказывайте пылесос Виктория от Роуз со скидкой в 30%. Специальная цена для зрителей и телемагазинов всего 2999 лет. Доставка этого товара будет для вас абсолютно бесплатной в любую точку Молдовы. Я вообще не наигрался с ними, пытаюсь изучать все его качества дополнительно. Может, что-то я упустил. Нет, в принципе, все, я о нем уже выучил, выяснил. Но хотел бы еще добавить, что можно вот таким вот образом ручку сложить, если вам надо еще больше сэкономить пространство в шкафу. Надо просто нажать на этой кнопке, складывается, очень удобно. Потом вы обратно собираете его. И вот сейчас мы перейдем к твоей уже комнате. Насколько я понимаю, твои дети как раз были на прогулке. Они были на прогулке. И гуляли где-то в лесу, мне кажется. И гуляли где-то в лесу, с хамбербордами. И вот тут пришли, например, пришли домой. И я такая, в общем, думаю, что же такое делать-то. Для этого мы просто вставляем швабру. Да, без особых усилий, например, это все отдельно у вас. Пожалуйста, я тебя подключаю. Включаем и выбираем режим водный. Вот. Причем она даже с такими сухими уже въевшимися пятнами тоже справляется. Да, справляется. И опять-таки это лайф-подсветка, чувствуешь себя в будущем, понимаешь? И очень радует тот факт, что это и пылесос, и швабра два в одном. То есть тебе не нужно, ну все, просто уже для такого зеркального блеска не хочется выводить. И, в принципе, пятна, даже с въевшимися пятнами справилась наша Виктория. Вот. Поэтому и пол помыли, и пропылесосили, и воздух очистили, что самое главное, да? Обратите внимание на очень удобную ручку. Она вращается во всех направлениях. Можно менять расположение, допустим, если вам необходимо какие-то труднодоступные места проникнуть, тоже можно это делать. Есть еще дополнительная, мы сказали, что это пылесос три в одном. Мы уже выяснили, что основная часть это пылесосить различные поверхности. На полное покрытие любые. И мыть пылесосы. Виктория справляется. Мыть, как ты сказала и показала. И еще. Брать с собой в автомобиль. Да, брать с собой в автомобиль. Но для этого необходима нам другая насадка. Дополнительная. Да, допустим, если мы хотим полочки пропылесосить, просто берем такую насадочку. Меняем контейнер, естественно. Вставляем. Потому что непосредственно сам мотор и аккумулятор находятся здесь. Поэтому это переносной такой пылесос. Получается все. Пылесосим тех местах, где у нас есть пыль. Это очень удобно. Все лишнее пыль. Вы можете менять сами насадочки. И еще раз напоминаю, здесь есть две скорости. Вы можете давать, выключать более сильный режим, более слабый режим. И, как уже я повторюсь еще раз, очень легко открывается самая емкость, которую можно очистить. Очистить вы умываете и фильтр, который является... Ну давай, да, попробуем. Ну, допустим, крупа, которую рассыпают где-то, не знаю. Давай соберем, да. Совершенно быстро. Слушай, для того, несмотря на то, что он работает от аккумулятора, несмотря на то, что, ну, это все-таки переносной пылесос, и он не сверхмощный, как, допустим, обычный пылесос, который занимает большое пространство, справляется со своей функцией, я считаю, он на 10+. Очень легкий, компактный, при этом не шумный. Для меня это тоже важно, потому что я уважаю своих соседей, и не хотелось бы иногда... Доставлять им какие-то неудобства, правильно? Да, неудобства, да, конечно. Слушай, давай попробуем, на самом деле, очистить диван. Вот, например, если мягкая мебель, Виктория Атрова справится даже и с этим. То есть мы... Могу я попросить тебя, да? Давайте теперь я покажу, как он действует, если нам необходимо... Ну, я сейчас тебе покажу. Да, поменяем насадку. Есть специальная насадка для мягкой мебели, которая тоже легкостью справится со своей задачей и функцией. Мы не забываем протирать пыль или, например, пылесосить, скажем так, стенку, либо все, что связано с обычной мебелью. А если, да, а если нам необходимо убрать лишнее или пыль с обычной мебели, да, то есть мягкой мебели, тогда можно либо не использовать насадку, либо, используя специальную насадку для мебели, просто вставляем ее в переносной ровус от Виктория. И вот точно так же, вот смотрите, легко мы... Пожалуйста. Если есть какие-то пятна, если есть какие-то пятна, то эта щеточка легко справится, например, и с пятнами, да. Если без пятен, то с легкостью можно... То с легкостью можно просто снять насадку и воспользоваться обычным пылесосом, который достаточно мощно справляется со своей задачей. А если у вас часто бывают посиделки где-нибудь в гостиной, вы любите смотреть фильмы с чипсами, с различными вкусняшками... Попкорном! Слушай, я считаю, это замечательный пылесос для тех семей, которые, ну, очень уделяют большое внимание чистоте в доме, но... Все, я уже вошла в коже. Но не очень любят доставать из шкафа большой громоздкий пылесос. Вот эти объемные, да, там скажи. Он компактный, он очень легко устанавливается и собирается. Вы можете его с легкостью чистить, нет необходимости совершать большое количество манипуляций. Одну кнопку нажимаете, вынимаете один фильтр, просто его под строй воды промываете, оставляете, сушится на пол дня, потом обратно вставляете, и все, и готово. И таким образом, я не знаю, можно сейчас его, кстати, освободить и показать, как это происходит. Да, давай, покажем нашим телезрителям полностью весь процесс. Вот, например, все, что мы нагромозили, мы все это... Да, смотри, вот просто вот такой вот фильтр, он моющийся, еще раз напоминаю. Давай, я подержу. Да, моющийся, и вы просто ему высыпаете. Вы смотрите, сколько мы грязи собрали сегодня за наш эфир. Сколько различной крупы. Обратно закрываем. Да, либо если это пыль, прям такая мелкая-мелкая пыль, вы просто промываете этот фильтр, оставляете на балконе, подсушится, и потом собираете пылесос для следующего раза необходимых вам нужд. Литий-ионная батарея должна ухватить на час непрерывной работы. Помимо этого, вы можете ее подзаряжать, есть специальный блок, но работать с пылесосом можно без блока, просто оставили его, допустим, на ночь заряжаться, когда нет необходимости. Мы уже показывали специальный держатель пластиковый, вы можете его установить в любой части вашей квартиры, либо дома, и пылесос будет ждать своей очереди. Как только есть необходимость что-то пропылесосить, снимаете его с этого держателя, совершаете несколько движений, и обратно устанавливаете. Легко и просто. Стильный, стильный, стильная Виктория от Ровос. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы постарались максимально ярко продемонстрировать вам все возможности беспроводного пылесоса Виктория от Ровос. Звоните нам по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, и заказывайте универсальное устройство для уборки по суперцене. С пылесосом Виктория от Ровос вы навсегда забудете о пыли, грязи и шерсти домашних животных, сможете избавиться от самых сложных пятен и сделаете воздух чистым и безопасным для людей, страдающих аллергиями. Для наших телезрителей сегодня действует скидка в 30%. То есть вместо обычных 4909 лив вы заплатите всего лишь 2999 лив. Пылесос Виктория от Ровос привезут прямо к вашему дому абсолютно бесплатно. Все подробности вам сообщат при заказе. Ну что, я думаю, что вы сделали уже свои определенные выводы. Если уже мучились моделью, какой из пылесосов стоит выбрать, то Виктория однозначно справится с любой даже самой сложной задачей, поэтому она не займет много места. Вы заплатите за нее меньше, чем обычно. И стильную помощницу к себе домой вы тоже приобретете прямо сейчас. Мы желаем хорошего продолжения дня и продолжаем нашу программу другими интересными темами. Греческие власти продолжают снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса. Накануне здесь открыли театры. Также теперь официально разрешено проводить конференции, устраивать концерты и разворачивать ярмарки. Также свои двери для посетителей открыли греческие казино. Началась работа и у детских лагерей. Местные власти идут на такие уступки, потому что в последнее время число заболевших коронавирусом не превышает 30 человек в день. В начале июня границы Греции открылись для граждан 20 стран, в том числе и граждан Румынии. С 1 июля въезд в страну может открыться и для жителей других государств. А между тем, пандемия коронавируса стала последней каплей в испытании прочности брака для некоторых известных личностей. Недавно о разводе заявили сразу несколько звездных пар, которые до этого были женаты несколько лет. Надо отметить, что в самом начале карантина об этом говорили многие психологи. Специалисты утверждали, что самоизоляция будет тяжелым временем для влюбленных пар, и многие из них не смогут дальше быть вместе. Несколько дней назад интернет буквально взорвала новость о разводе резидента комеди-клаб Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. В, казалось бы, идеальном браке они прожили 7 лет. Харламов и Асмус растят дочь Анастасию. На протяжении всего этого времени Кристина и Гарик были примером для подражания для многих из их друзей и поклонников. А теперь пока еще супруги почти одновременно заявили о том, что решили завершить отношения, но остаются при этом друзьями и родителями своей дочери. Фанаты «Звездной пары» в это верить отказываются и называют историю с разводом грамотной попыткой привлечь к себе больше внимания. Актер Алексей Лемар, полюбившийся зрителям ролью Гоши в сериалах «Универ» и «Саша Таня», после 5 лет счастливого брака тоже заявил о разводе. Свою будущую жену актер увидел в документальном фильме, долго искал ее, а затем сумел добиться ее сердца и создать семью. В браке у Алексея и Марины родился сын. О решении развестись Алексей заявил, посвятив своей возлюбленной, стихотворение. Коронавирус принес кризис и в отношении зарубежных знаменитостей. Актриса и дизайнер Мэри Кейт Олсен заявила о разрыве со своим супругом Оливье Саркази. СМИ сообщают, что развод не прошел мирно. Оливье заставил бывшую жену покинуть квартиру в Нью-Йорке, а между адвокатами бывших возлюбленных сейчас идет настоящая война. По данным журнала Forbes, состояние Мэри Кейт и ее сестры-близнеца составляет 100 миллионов долларов. Очень часто причинами ссоры являются негативные новости. В программе Телемагазин мы до вас доводим до вашего сведения только о хороших новостях, положительных, конечно же, моментах нашей жизни. Мы желаем вам хорошего продолжения дня. Увидимся завтра. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok